Уважаемые дамы и господа! Мы уточнили график двустороннего политического диалога, который был задан встречей 1 июня в Берлине, президентом России и канцлером Германии. Центральным событием, которое предстоит организовать и хорошо подготовить, станет очередной 14-й уже раунд межгосударственных консультаций на высшем уровне, который состоится в Казани. Мы придаем большое значение успешному проведению только что начавшихся перекрестных годов России в Германии и Германии в России. Это 2012-2013 годы. Это событие призвано продемонстрировать достижения наших стран в экономике, науке, образовании, технологии, культуре и в целом огромный потенциал российско-германского партнерства. В эти дни в Москве демонстрируется крупная совместная выставка «Русские и немцы. Тысячи лет истории, культуры и искусства». И от всей души искренне рекомендую тем, кто еще этого не сделал, посетить ее. Мы рассмотрели наши отношения с Евросоюзом, отношения России с Евросоюзом и приветствовали настрой наших германских друзей к укреплению стратегического партнерства между Москвой и ЕС, в том числе их настрой на содействие решению вопроса об облегчении, о дальнейшем облегчении и в скором времени переходу уже к безвизовому режиму. Для этого предстоит завершить работу над так называемым перечнем совместных шагов, но мы ценим политическую поддержку этого процесса со стороны Берлина. По международным делам, конечно же, мы основное внимание уделили Сирии, у нас есть общее мнение относительно необходимости исключительно мирного урегулирования этого кризиса на основе консолидации международной поддержки осуществлению плана специального посланника Кофи Аннона. И, безусловно, мы за то, чтобы мобилизовать усилия всех внешних игроков, использовать их влияние в интересах скорейшего прекращения насилия, выводы вооруженных отрядов и тяжелых вооружений, особенно из доселенных пунктов, под контролем международных наблюдателей. И, конечно, поскорее вслед за этим заставить, буквально заставить, все сирийские стороны сесть за стол переговоров, правительство и все группы оппозиции, для того, чтобы они начали договариваться, как это предусмотрено в коммунике международной встречи, состоявшейся 30 июня в Женеве. Россия и Германия сотрудничают и по другим направлениям, в частности, в рамках группы «5 плюс 1» по иранской ядерной программе. Мы исходим из того, что эта группа является собой очень важный формат переговоров с Тегераном, и будем координировать наши действия с тем, чтобы добиваться результатов на основе одобренного всеми подхода, который мы характеризуем как поэтапность и взаимность. Состоявшиеся позавчера консультации экспертов группы «5 плюс 1» и «Ирана» показали, что они уже начинают обсуждать совершенно конкретные вещи, хотя до договоренности еще предстоит очень-очень немало сделать, но то, что разговор уже устойчиво переходит в профессиональную, конкретную плоскость, я считаю обнадеживающим сигналом. Наши взгляды совпадают и по целому ряду других вопросов, в том числе по такой застарелой проблеме ближневосточного мирного процесса, как палестино-израильское урегулирование. Мы заинтересованы в скорейшем возобновлении прямых переговоров. Я не могу по понятным причинам охватить все темы, которые стоят на повестке дня наших двусторонних отношений, на повестке дня нашего внешнеполитического сотрудничества. Могу лишь подчеркнуть, что на всех этих направлениях мы наблюдаем движение вперед, прогресс, и договорились о том, что мы эту тенденцию будем всячески укреплять, и наши внешнеполитические ведомства продолжат вносить вклад в дальнейшее углубление российско-германского стратегического партнерства. Я искренне благодарю гида Вестервелля за нашу прекрасную встречу и передаю ему слово.